Казак из моей личной библиотеки Теперь давайте распаковывать книгу. Посмотрим, что это за издание. За эту книгу я заплатил сумасшедшие деньги. Выписывал я ее наложенным платежом и выложил на почте 2375 рублей. Это, конечно, очень серьезные деньги для меня сейчас, но тем не менее я не мог отказаться от этой книги, потому что надеюсь найти в ней очень много интересной, уникальной информации. Так, и вот эта книга. Верой и правдой служа Отечеству офицеры Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск 1851-1920. То есть с основания Забайкальского войска до окончания Гражданской войны. Благовещенск на Амуре, 2018 год. Давайте сначала прочитаем аннотацию. Здесь написано. Книга посвящена истории Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск во второй половине XIX-1920 веков и служит продолжением краеведческого издания «Господа офицеры. Командный и военно-административный состав регулярных и казачьих войск Амурской области 1854-1922 годов». Генетически связанные между собой три казачьих войска поэтапно осваивали огромные территории, оберегали восточные рубежи российского государства. Казаки и офицеры казачьих войск, наряду с офицерами и солдатами регулярных войск, составили первое население Амурской и Приморской областей. Содержание книги направлено на воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, на героических примерах предков казачьих офицеров Преамурского края, участников освоения и обустройства Преамурья, обороны Благовещенска 1900 года и войн первой четверти XX века. Книга включает в себя биографические сведения о 3468 генералах и офицерах Преамурских казачьих войск. Рассказывает о подвигах и военных событиях. Биографическая информация о казачьих офицерах дает возможность осветить детали истории многих семей современных дальневосточников. Книга издана на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства администрации города Благовещенска. Издатель АО «Амурская ярмарка». Есть адрес для электронной корреспонденции. В состав авторов, среди них Виталий Юрьевич Априлков, это краевед из Забайкальского края. В книге у нас 768 страниц с иллюстрациями. Ну, теперь давайте посмотрим, полистаем от авторов. Статьи пошли. Так, пошли у нас автобиографии казаков. Так, ну, я прежде всего сейчас посмотрю по своей фамилии полуполтинных. Если у кого-то родственники также корни имеют в Забайкалье и в Амурской областях, то пишите мне, я посмотрю. Потому что эту книгу в интернете вы вряд ли где найдете. Вот, допустим, смотрите, Кислицкий. Вот, ну, Кислицкий, это здесь у меня сейчас один приятель из казаков. Ну, это случайно я нашел. Так. Миллер, Георгий Леопольдович, Некрасов. Так, полумордвинов. Вот, полуполтинный Дмитрий Иванович. Да, это из той деревни, откуда родом и мой отец. Полуполтинный Дмитрий Иванович. 1877 года рождения. Поселок Котельниковский, станица Кулаковской. Забайкальской области, офицер Забайкальского казачьего войска военного времени, Забайкальский казак, старший урядник 2-го Читинского полка, Участник, участник, вот это я не знаю, КП, сокращение, что такое, В первом, Нерчинском КП. Участник Японской войны, наверное, так, да, Участник МВ, Мировой войны, Произведен в прапорщике за боевые отличия. В Белой армии, постановлением Тройки, ОГПУ, Выселен вместе с семьей в Иркутскую область, Имеет награды. В общем, Георгия, 4-й, 3-й, 2-й степенье, Замужество и храбрость в боях в русско-японскую войну, 5-й год. Вот, ну все, больше полуполтинных нет. Семенов, Григорий Михайлович, естественно. Ну и... А, так, это что за... Фуз, интересно, фуз. А вот кто в папахе такой? Червинский, Виталий Яковлевич, Кубанская область. Вот. Так, КП это у нас сейчас посмотрим, как расшифровывается. Китайский поход 900-го и 901-го годов. Источники. Тут вот значок «Дополнительный тираж». Тираж 200 экземпляров. Общий тираж я даже не знаю, какой. Тираж 200 экземпляров. Дополнительный тираж. Тираж 200 экземпляров. Но этот тираж... Тираж 200 экземпляров. Друзья, вот такая книга. Кому понравилось это видео, ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео на тему кубанского казачьего войска, в частности о жизни и деятельности Анапского районного казачьего общества и о забайкальских казаках. Можно их посмотреть по вот этой ссылке и по этой ссылке. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова